Мастер спорта России и международного класса 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 Но самочувствие, это самочувствие мне не удалось держать вверх над ангелоргом. Мы здесь еще, потому что там немножко политического меня создали, в плане, что когда американцы мне не дают иностранцу возглавлять рейтинг «Паунт по Паунт». Кто не знает, что это значит «Паунт по Паунт», это означает, что переводится вне зависимости от всего категории. Никуда не дадут они иностранцу быть первым номером в рейтинге боксеров, независимо от всего категории. Но я себя, конечно, успокоил тем, что я боксил с олимпийским чемпионом первые четыре рамки, но я выбрал для себя самого. Это определенное. Определенные плоды и многое значит, что я справился со своими определенными тараканами, которые мне не давали покой. И то, что, опять же, с другой стороны, ругаю себя то, что переоценил этого оппонента, андре-ворда, и перетренировался. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, поднимайте руку и Сергей с удовольствием на них ответит. У нас первый вопрос в зале. Сергей, вы сейчас сказали, что четыре раунда, мы считаем, что больше выиграли, как минимум восемь раундов вам вложены дают. Микрофон, в этом бою многие по прессе вам дают как минимум восемь раундов. Почему вы считаете, что четыре раунда? Я выиграл, ну, то есть, вообще, как бы безоговорочно, то есть, да, как по правам Олимпиады, то есть, если взять, то есть, наш финал, скажем так, был олимпийский чемпион. И мы как будто встретились в финале, вот, Олимпийских игр, и для себя, вот, наверное, я по решению, что Олимпиаду я уже выиграл, Олимпиаду я уже выиграл, ну, так, для себя самого. Ну, а еще поясню, ну, почему смажилась вторая половина боя, потому что я повторил ту же ошибку в своей подготовке с Челембой, я вышел, но, видно было, что я не свой, да, то есть, потому что я какие бои проводил, я тоже знаю их, с Челембой это было, ну, это просто ужасно, у меня, вот, когда я проиграл, на самом деле, ну, я выиграл, тут победу не такого, а боксер же Челембу, ну, я должен был, Ну, во-первых, и пораньше, и поярче, и по-другому. Дома и стены, как мы видим. Но, с другой стороны, стены, наверное, не столь сыграли эту роль, чем обретовиденный процесс. Почему я, наверное, тоже так же перегрузился? Потому что возлагалась на меня большая ответственность приехать дома. Ну, и, как говорится, в самом деле, в комментариях надо было быть в форме на сто процентов. И вообще, мне получилось так, что, ну, опять же, перегрузил. Ну, так как мне отдали победу, конечно, я в этом не разбирался, что случилось. Ну, не знаю, ну, дело случилось. Наверное, я самочувствую, что волновался и так далее. А когда есть много лишних волнений, это сжигает энергию. Бывает только случай, что перегорел. Когда перегораешь, такая вот гялость есть. Я думал, может быть, это с этим связано. И когда вот уже был бой с интервордом, и на самом деле такое же, в принципе, состояние у меня было. Вот с пятого раунда, где-то после первой минуты. И теперь я, уже пообщавшись тоже там с юбиленными специалистами, рассказал свой план подготовки к этому бою, то мне сказали, что, конечно, нельзя было делать то, что я сделал в первом этапе подготовки. То есть я перейдил в горах вместо трех недель, где я находился там пять недель. И это была проблема. Которая я потом еще провожу в спаринге, в первом состоянии. И специально мне на спаринге так попал, а на четыре раунда. Почему он захотел постепляться? Это опыт. Вот теперь сейчас пообщавшись со специалистами, я так и говорю. Но эта победа, она, наверное, дороже, чем поражение. Это поражение дороже, чем победа, если честно, для меня. Ты в своем выступлении заговорил о реванках и положении. Тем более у меня вопрос. Можешь ли ты детально поделиться, что прописано в контракте в реваншах? И насколько сам оцениваешь вероятность того, что мой суперник может избирать? В контракте у нас прописано, что в случае моей победы мы можем на наше усмотрение дать реванш или не дать реванш. В случае победы андерворда они гарантируют нам реванш в течение полугода. Поэтому сейчас мы будем пользоваться ядовительным моментом. Но, не знаю, вчера, по-моему, какая-то новость выключила, что он подумал. Но это, опять же, может интрига, но тем не менее это не моя сейчас работа, а работа промоутеров. Моего промоутера именно этого. То есть они должны додавить и, в любом случае, он будет боксировать. Если же он не будет боксировать, то у него второй выход – это довязать парень. То есть когда парица становятся вакантами, конечно, это большой минус, потому что он будет зависеть от всех, скажет, по своим, ну, кто там первые номера выбрать. То есть я сейчас первый выбрать, типа, всем. Вот. И должен буду выбрать, по какой я буду изверстию боксировать. И кто там за мной стоит, то есть второй. Будем, то есть каждый поиск. То есть я сначала один, то есть потом первый, то есть второй, третий, наверное, получается. Ну, как-то так, то есть придется их обратно собирать. Ну, конечно, чего бы не хотелось. Поэтому, ну, надеемся на лучшее. Будет реванш. Максимальный срок дается, наверное, не позже июня. То есть апрель, дата есть, и есть дата на июнь, то есть самая точка. Да, Сергей, здравствуйте, добрый вечер. Хотелось бы вопрос, с кем вы тяжелее? Бернард Хопкинс или Андре Ворд? С кем тяжелее боксировать? Честно сказать, наверное, Андре Ворда я вообще не почувствовал вот эти вот первые четыре раунда, пока был в своей тарелке, в своей форме. То есть пока не пришла вот этот вот, ну, эффект вот этой усталости. Когда у меня уже упала скорость, то есть она реально потерялась. Я потерял скорость, потерял какую-то нить боя. То есть все, я оставлял, я не знаю, как будто. То есть я вдруг как будто колеса на машине прострелили. Вот, и вот с того момента стало сложно, и только с того момента стало заметно Андре Вордом Бинке. До этого. Я бы не сказал, что его было заметно, он пытался оборачивать. Ну, опять же, не, но все равно я имею в виду, что он попадать начал уже какие-то там левые джепы. У меня реакция, то есть он как будто не пушивает. Я реально, то есть чисто на волевых качествах, там, были моменты, где ноги прям вот просто встали, и я, ну, я вот это просто, чтобы не упасть. И я, наверное, не управляю, чтобы его прижал в углу. Вот. Одно еще, что тоже сам себя порадовал, что он мастер ближнего боя, и он ничего не сделал ближнего боя. Просто ничего не сделал. Я, конечно, ничего не сделал, потому что у меня просто нечем было. Хотя так и делать квадрат, а вот ничего, ну, не мог ему предложить, потому что просто не было мощи и силы. У меня груда просто обмякло все тело, и это было больше сложно. Вопрос. Не единственное бытие бою Геннадия Головкина против вас. Возможно ли такое? Ну, если, конечно, в полу тяжелой пятибой. То есть он перейдет туда? Ну да, это, то есть. Это же ваш друг? Ну, друг, чем на рынке полоск. Спорт объединяет.